Добрый вечер! Сегодня 14 февраля, я поздравляю всех с праздником. Сегодня, кстати, много праздников. В Болгарии, например, кроме Дня Святого Валентина, празднуют народный праздник, который называется Трифон Заризан. Трифон Заризан. Трифон это имя, Заризан это то, что он режет лозу. В этот день режут лозу, виноградную лозу, и потом гуляют на всю катушку, пьют вино, ракию, и в деревнях веселятся. Праздник Трифон Заризан. А все улицы Болгарии наполнены продажей всяких разных вот этих штучек, красно-белых ниточек, веревочек, всяких разных украшений к 1 марту, Дню Святой Марты. Это такой национальный большой праздник у Болгарии. Вот сегодня праздничные дни, пахнет весной в Болгарии, не знаю как у вас, тепло, солнечно. И сегодня 14 февраля. И если обратиться к великой мудрости, а мудрость вся сосредоточена у Бога, в книге Его, в Библии, то там есть книга-притч, на каждый день есть притча-глава, 31 глава, и сегодня 14 глава, если ее почитать, то очень много полезного мы, мы, люди, занимающиеся бизнесом, взявшие свою судьбу в свои собственные руки, опирающиеся в движении к победе, на мудрость, на знания, на порядочность, на правильные пути, ищущие правильные пути, без Божьей помощи ловить нам, собственно говоря, мало что можно. Потому что, к сожалению, мы сталкиваемся на пути своим с разными людьми, и без подсказок, без обучения, без знаний и мудрости, которые дает нам Бог, очень тяжело выдержать свой путь. Ну, например, я вот возьму вам стихи и прочитаю. Вот, например, 15 стих. «Глупый верит всякому слову, а благоразумный же внимателен к путям своим». «Глупый верит всякому слову, благоразумный же внимателен к путям своим». Но то, что глупец верит всем словам, это понятно, поэтому у нас столько проблем. А вот про умного, который внимателен к путям своим, это надо принять на вооружение. Благоразумный же внимателен к путям своим. Можно ошибиться, можно сделать ошибку, можно вступить не на тот путь. Но если ты внимателен к путям своим, если ты следуешь слову Божьему, то ты смотришь налево, направо, смотришь, что за люди перед тобой. Ну, например, вот здесь в 7 стихе написано «Отойди от человека глупого, у которого ты не замечаешь разумных уст. Отойди, не убеждай, не уговаривай, не возбуждай его, не пытайся его переделать, перевоспитать, перенаучить. Просто отойди от человека глупого, у которого ты не замечаешь разумных уст. И когда идешь по дороге, когда идешь по путям своим, будь внимателен к ним, будь внимателен к путям своим. Смотри, что за почва, куда ты идешь, кто за люди, с чем ты столкнулся. Вить глазами своими, думай, не уподобляйся глупым, который верит всякому слову. Бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла. А мы верим. Мне сегодня прислала девушка одна в скайпе предложение. Прочитаем сейчас это. Интересно будет вам. Здравствуйте, Олег Сейчас много предложений, но такого не предлагает никто Я вам предлагаю проект, у которого есть все большими буквами Что мы ищем в других компаниях Первое, абсолютно безрисковый проект Точка, глупость, говорю я сразу Бизнеса без риска не бывает Второе, возврат вложенных средств сразу же после первого приглашенного В компанию не идет ни цента Вообще в компанию не идет ни цента Компания просто-напросто альтруист И вы, я, президент компании, написано 100% комиссионных через секунду получаете напрямую на ваш счет 100% с каждого человека вашей структуры, которая строится не только вами Вдумайтесь, не мною строится, а 100% с каждого человека Вы получаете 100 долларов раз в любой продаже И 30 долларов ежемесячно неограниченное количество раз Заработок ничем не ограничен Дальше идет ссылка Я был вынужден написать спасибо, родная, за заботу Я знаю, видел Лично знаю создателя этого проекта Вы, девушка умная, разберетесь Пишу я ей Потому что я не могу не написать Вам, конечно, все равно, что я думаю по этому поводу Просто запишите в еженедельник то, что я сейчас вам скажу А потом почитайте через несколько месяцев Двоеточие, кавычки, открывается Это глупость и прямой, и наглый обман Запишите, потом поговорим Просто жалко людей, которые не знают, что такое Библия Ну написано же, глупый верит всякому слову Благоразумный же внимательен к кутям своим Вот если бы я Библию не читал, поверьте Я бы, конечно же, пошел сюда Возможно Ну а как же Сто процентов всего Компания ни цента не получает вообще Все для меня Я десятерых привел, а не по десять Из каждого по сто процентов того, что они внесли компании ноль Ну какой же дурак не пойдет Только дурак и пойдет на такое Глупый верит каждому слову Благоразумный же внимательен к путям своим Надо быть внимательным к путям своим Праздник сегодня, не праздник В жизни Слишком много всего, чтобы быть наивным и глупым Возьмите Библию и прочитайте в главе притч 14 главу сегодня Вам это очень сильно поможет К сегодняшнему дню просто, ну просто, просто лучше не сказать Даже комментировать нечего Желаю вам удачи С Богом! Субтитры создавал DimaTorzok